Едем на верхний дюдинский водопад здесь такие прекрасные виды на горы так ну вот приехали верхний дюдинский водопад вот мы зашли на территорию вход кстати очень недорогой всего 10 лир ну то есть грубо говоря 60 рублей всего территория такая благоустроенная хорошая мостик есть но вот здесь по таким прикольным камушкам надо идти прикольно сделано вот здесь приезжают на свадьбы вот туда вниз еще есть вход здесь вот наверху большое количество всяких разных лавочек можно посидеть отдохнуть очень удобно хорошо сделано все пошли на спуск удобная качественная хорошая лесенка вот здесь такая очень удобная оборудованная площадка очень удобно наблюдать сейчас будем делать фотографии вау супер вот здесь вот как бы какой-то вход еще есть типа как бы в пещеру и по этой дорожке на вам можно подняться вон туда наверх получается кстати вот эти стоят да а там у них обрыв внизу сейчас пойдем в пещеру но в принципе пещера чё интересно прорыли эту дорожку сделали как все классно сделано здесь а это как бы вот... вот это вот 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 Вау, какая-то пещера. Мокро здесь, капает вода. Мокро здесь. Винтовая лестница – это выход на улицу. Да, достаточно необычно сделано. Сейчас спустимся опять в пещеру по винтовой лестнице. Здесь еще так хорошо освежает. Вот так вот в этот, ну, от этого, от водопада и вода летит. Жарко. Как это называется? Да, жарко, плюс 10 градусов. Так, какая-то пещера. А, эти мыши, да? Где там мыши? Ой, они насрали, тут мышь-то. Ё-моё. Обострут, наверное, сейчас, нет? Не видно. Ну, слышно, да, как эти огуты они? Ну, вот тут даже предупреждение, что, типа, летучие мыши вот туда-сюда что-то. Идем ниже, здесь такой мостик удобный. Так. Как тебе ощущения понравилось? Очень. По-моему, это вообще было самое прекрасное место в Анталии. Но, по-моему, это лучше, чем лужа в Памуккале. Что-то мне так вообще-то кажется. Ну, просто здесь нет снега. И тепло. Не, классный водопад и такая там пещерка, получается, под водопадом. Ну, классно, классно. И, главное, так недорого стоит, дешево. Десять лет всего, да. Вообще классно. Ну, можно сходить, да. А сейчас у нас следующая точка. Едем на Анталийскую канатную дорогу. Приезжаем к Анталийской канатной дороге. Здесь вот вид очень красивый на горы. Жалко, что немножечко мешает солнце. Яндекс.Навигатор неправильно показал. И приходится вынужденно ехать куда-то дальше. Неизвестно, где будет теперь разворот в обратную сторону. Почему? Скоро будет. Через четыре километра. Да уже меньше. Ну, изначально было четыре километра надо проехать, чтобы развернуться в обратную сторону. Ну, зато сейчас прокатимся по трассе вдоль моря. Ну, вот такая ситуация. Приехали на канатную дорогу. Она закрыта. Оказывается, она вне сезон не работает. А работает только до марта. Зря приехали. Очень печально. Вот видно, как она выглядит, эта канатная дорога. Очень жаль. Поедем тогда на Дюдинский водопад. Мы тогда поедем. Crisp с света. Very sagte, что все одинаковые會 проехали. Скоро в день в часы, продавайте Рик Сол aleмён В ильянком. Успеется свете 2 месяцев средства средства 60 reais с которыми нужно было идти. Отwszy из 2016 паспортенде. Ф參 Прибыли главные достопримечательности Анталии. Нижний Дюдинский водопад. Так, ну вот здесь припарковались, тут парковка бесплатная, тут какой-то есть парк и сейчас надо подойти. Хотели подъехать как раз к закату, но сегодня солнце в море. Солнечный день, но по-моему солнце в тучи уходит, но ничего. О, это начало мощная какая-то река. Подходим все ближе и ближе, прямо интересно даже очень становится. Первый раз всегда интересно. С одного на другой берег здесь есть такой очень удобный широкий мост пешеходный и я обратил внимание, здесь есть защита. Если вдруг кого-то снесет в речку, то хотя бы можно схватиться вот за эти вот прутья и тебя не унесет хотя бы, не сбросит вниз в море. Но это хорошо придумали они конечно. Вау! Мощно! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот мы посмотрели Дюдинский водопад, стемнело. Обратил внимание, вот тут что-то продавали, какие-то фрукты. И на ночь оставили, просто лежат. Ну вот так вот. Нижний Дюдинский водопад это бесплатная достопримечательность. Тут нету за вход, ничего платить не нужно.